Привет всем любителям MMORPG! У меня для вас прям свежак-свежак. Мало того, что открылась предрегистрация на Blade & Soul 2, так ещё и стала известна примерная дата выхода игры и новые геймплейные подробности. Давайте во всём разбираться! Кто только свалился с луны и не слышал ничего про серию Blade & Soul, а также про их облитых маслом пышногрудых героинь, немного поясню. BNS всегда выделялась на фоне других MMORPG тем, что сражения в ней были похожи на битвы из Mortal Kombat, с кучей различных комбинаций ударов и богатой PvP-системой. Первая часть серии вышла аж в 2012 году, она до сих пор популярна и до сих пор по ней проводятся киберспортивные соревнования. Дабы срубить ещё немного денег, Netmarble под чутким надзором NCSoft в 2018 году выпустили мобильную версию Blade & Soul Revolution. Которая, мягко говоря, оказалась не очень. Устаревшая графика, коридорные локации, малое количество развлечений – всё это смогло удержать игроков лишь пару недель. Потом игра стала потихонечку умирать. Это был корейский сервер. Сейчас, кстати, доступна предрегистрация и на европейскую версию BNS Revolution. Все ссылки будут в описании. Сами выбирайте, какая версия вам интереснее. Но в конце прошлого года всплыла информация, что сами NCSoft делают свою, качественно новую BNS, которая должна утереть нос всем её клонам и стать такой же популярной, как Lonege 2M в Корее. Именно на неё, на Blade & Soul 2, открылась сегодня предрегистрация, как обычно сначала на корейский сервер. Сразу стало известно, что игра будет кроссплатформенной. Но на компьютере её можно будет запустить через официальный эмулятор Purple от NCSoft. В L2M он показал себя отлично, никаких лагов и багов замечено не было. Всё работало плавно и сразу подхватывало управление с клавиатуры. В интервью разработчики рассказали, что BNS 2 – это полноценное продолжение первой части с новыми героями, квестами и миром. Сам мир обещает быть полностью открытым. Нам также презентовали новую систему передвижения персонажа. Передвигаться теперь можно очень быстро. Как по земле, скользить по дороге и бегать по воде Аки Иисус, так и по воздуху с помощью системы повторных прыжков, переходя аж на сверхзвуковую скорость. Вот тут у меня большие вопросы к мобильной версии. Ни один телефон не сможет так быстро обработать и подгрузить новую часть карты, пока вы летите. Именно поэтому часто в мобильных играх мир поделён на зоны загрузки. В Lonege 2M тоже открытый мир, но там персонажи бегают с обычной скоростью, и телефон вполне может успевать обработать всю информацию. Тут же персонажи передвигаются со скоростью звука. В общем, я пока не понимаю, как вся эта красота будет работать на телефонах. Графика по сравнению с первой частью, и уж тем более с BNS Revolution, ушла далеко вперёд, и это видно по всем трейлерам. Мир живой и населён большим количеством различных монстров и NPC. Причём, что NPC, что монстры, со слов разработчиков, должны каким-то образом развиваться вместе с нами по мере прохождения сюжета. Будет ли это система скалирования уровня, когда уровень монстра растёт вместе с нашим, или какая-то ещё интересная система, пока непонятно. На сайте игры уже доступна карта мира с некоторыми локациями. Видно, что мир разделён на два континента. Тут и порты, и города, и непонятные локации с красным и синим камнем. Про них говорится лишь то, что в красной локации водятся различные монстры, проникшие через разлом в этот мир, а в синей – боги и богини, которые как-то этим монстрам должны помешать. Классов в игре не будет, и это, пожалуй, главное отличие от всех предыдущих частей. Разработчики говорят, что ваши навыки будут привязаны к видам оружия, которое вы используете. При этом никто не будет вам запрещать переключаться во время боя с меча на лук и так далее. Такая система не очень понятна для восприятия бывалого задрота в МРПГ. Посмотрим, как она будет играться в условиях новой боевой системы. Потому что боевую систему они тоже переделали. Если в BNS Revolution у нас была полная таргет-система, то тут всё выглядит как нон-таргет. Причём в PvP помимо обычного блока ударов, вы также сможете уворачиваться от них перекатами или прыжками. Это дико расширяет возможности боёвки и делает сильную зависимость от прямых рук. Вот так, скорее всего, будет выглядеть интерфейс в игре. Скрин из Google Play. Он очень похож на интерфейс из Lonege 2 Mobile. Слева у нас ХП персонажа, бафы, банки на автоиспользование, карта и системные иконки. Справа у нас донат-шоп, сумка, навыки, карта, меню, квесты, сканер мобов, кнопка атаки и три вида прыжков. По центру, скорее всего, навыки, еда, банки ХП, золото и кристаллы. Я же не сказал о видах оружия. Здесь их будет шесть. Топор, кулаки, меч, лук, магия и колокол. Колокол – это абсолютно новый вид оружия, со слов разработчика, превращающий вас в полноценного саппорта и целителя. К слову, я до сих пор не уверен, что типичных классов в игре не будет, а будет привязка к оружию. Но не так долго осталось до релиза игры, после которого точно отпадут все вопросы. В App Store уже стоит приблизительная дата – 18 марта. Можно ориентироваться на неё. Да и все аналитики говорят, что игра должна выйти в конце марта-начале апреля, что вызовет дикий рост акций NCSoft и выведет их игру на первые места по загрузкам в Азии. Насчёт выхода игры в Европе я даже угадывать не буду, так как Lonege 2M до сих пор не вышла, а прошло уже больше года. Для любителей PvP и поддержания духа соперничества нам со старта обещают три вида арен. Арена то ли 1 на 1, то ли массовая, так как называется арена без гонга. Арена, где мы будем соревноваться в ловкости и скорости с другими. Скорее всего, забег на время. И арена для замеса в группе, то ли против босса, то ли против других групп. По поводу PvP в открытом мире ничего не говорилось, но смысл объединяться в группы будет. Так вы и качаться быстрее будете, и эпических монстров сможете побеждать. Последняя крутая вещь, которую они презентовали, называется «Мировые вызовы» или «Книга истории». Представляет собой мировую систему достижений, куда будут записываться имена первооткрывателей. Открыли первую локацию, ваше имя появилось в списке. Зачистили данж первыми, ваше имя вписалось в историю. И так далее. На мой взгляд, такая система должна привнести в игру разнообразие и вызов, как для любителей PvE контента, так и для PvP. Причём, опять же, со слов разработчиков, игра не будет вас принуждать проходить весь контент для развития персонажа. Любите PvE контент и квестики? Можете развиваться чисто там. Любите PvE и массовые баталии? Развивайтесь через битвы. В целом, должен получиться крутой проект, который, возможно, затмит первую БНС и перетянет всех её игроков к себе. Мне же хочется узнать, как это всё великолепие будет работать на телефонах. Как будет работать система с оружием и будет ли автобой в игре, так как на скрине интерфейса его не было видно. В любом случае, я очень рад, что этот год начинает радовать нас интересными релизами, в отличие от прошлого, когда ничего не выходило. Напишите своё мнение об игре. Особенно хочется увидеть комментарии от бывалых задротов в БНС. Стали бы вы в неё играть? Также обязательно подпишитесь на канал, а то больше 80% человек смотрят ролики без подписки. Поставьте лайк под видео, ну и потерпите колокольчик, чтобы YouTube оповестил вас о новом видео. С вами был Террион. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok